Зачем вектор Пойтинга имеет зависимость от частоты в четвертой степени? С позиции практической разработки радиолинии связи показано, как оценки мощности радиоизлучения, расходящиеся при волновом и корпускулярном подходе, могут стать совпадающими. Вопрос в вынесении на заголовок следовало бы считать риторическим, если бы не странный для научного результата вывод, десятилетиями сопровождающий зависимость и вошедший в справочники, учебники, от вузовского до школьного, цитируется по-последнему. При увеличении частоты колебаний заряженных частиц в два раза, излучаемая мощность возрастает в 16 раз. Вероятно, указанный эффект, прежде чем удостоится такой рекламы, был проверен специалистами. Однако более чем полувековой опыт автора, связанный с обеспечением энергетического баланса радиолинии связи для диапазона частот телевизионных каналов и за пределами их, не подтверждает заявленного выигрыша в зависимости от увеличения частоты. Другими словами, опыт работы такого, будто зависит. Ничего не слышно из-за того, что вы работаете. Странно. Пустой поставок. Вы ближе к тому. Виноват. Ну, сразу надо было поправить. Я неоптный в этом деле человек. Ну, так и сейчас. Вот у работников больше. Другими словами, опыт работы таков, что зависимости не наблюдается не только в четвертой степени от частоты, но вообще представляется процесс будто бы частотно-независимым. Чем располагает теория? Ставшая каноническим выражением для плотности потока энергии излучения, обозначаемого вектором Пойтнинга, выражается мощность произведением электрической напряженности поля на магнитную. Ну, с коэффициентом СС поделить на 4П частотно-независимым. Так вот, эта формула частотной зависимости не декларирует. Ага, появилась. Отлично. Спасибо. Ну, я не умею двигать это как вот. Правому углу, вверх-вниз. Вот вниз листать. Ага, вот так вот. Вот так листать. Спасибо. 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 У вас же перед вами на экране, смотрите. Это формула частотной зависимости не выражает, не содержит в явном виде. Но по науке мы знаем, что в скрытой форме частотная зависимость задержится в напряженности поля Е и в напряженности поля H, квадратичная для каждой из них в отдельности, а в произведении дающая ту самую искомую пресловутую четвертую степень зависимости от частоты. Ну, почему же эта четвертая степень практически себя не проявляет? И теоретическим следовало считать и этот вопрос, если бы он не перекликался с расхождением двух научных подходов, волнового и корпускулярного, в оценке энергии электромагнитного излучения. А величина расхождения – три порядка по шкале частот, подозрительно близка выявленному на практике дефициту. Так что же мешает практическому проявлению четвертой степени? Вероятнее всего, это неподконтрольность для разработчика. Неспроста частотная зависимость не проявлена. Скрытые частотные зависимости компонента электромагнитного поля приписаны отдельному действию колебательного ускорения характерного принятой к реализации в электромагнитной волне гармонической функции А косинус омега Т. Мы ввели на съемки 9700 кадров в секунду. Просматривается все это неплохо. Неплохо прошло. Ну, не ясно. Вот ты прикинь отсюда. Я буду на этом время терять. Так вот, скрытые частотные зависимости приписаны отдельному действию колебательного ускорения. В то время, когда указанное ускорение настолько обусловлено реализуемой функции физически и математически, в частности, вторая производная от пути по времени, что вычленение его колебательного ускорения из функции и употребление в качестве множителя сверх его естественного действия в составе функции является, по-видимому, излишним. Колебательная перегрузка электрического заряда, лежащая в основе процесса возбуждения и излучения электромагнитной волны, настолько органична процессу, что, приняв к реализации незатухающие колебания вида А синус омега Т, мы автоматически, хотим или не хотим, помним или забыли, отдаёмся во власть действующих закономерностей, в какой-то мере известных нам, но досконально только самой природе. Не колебательная перегрузка, а геометрические формы и размеры колебательного контура с параметрами Lc, способного стать колыбелью требуемой частоты, вот доступная нам сфера заботы. Здесь, в колебательном контуре задающего генератора, вершится таинство преобразования электроэнергии источников питания в энергию электромагнитных волн. Процесс не имеет иных органов управления, помимо названных параметров. Возбуждённые колебания, достигшие выхода задающего генератора, это уже электромагнитные волны, не связанные с источником. Они распространяются со скоростью света вдоль направляющих, уже не колеблясь сами, но возбуждая в неподвижных направляющих наведённые колебания, способствующие движению волны в ограниченном пространстве. Наличие колебаний на выходе генератора бесспорно свидетельствует, что процесс возбуждения незатухающих электромагнитных колебаний требуемой частоты состоялся и действует. И если при этом понадобилось для возбуждения колебаний заданной мощности на частоте омега, взять от источника питания в 16 или сколько там ещё раз энергии больше, чем для достижения той же мощности на частоте омега пополам, значит, так и произошло в естественном технологическом цикле. В таком случае рассматриваемая формула, если и показывает рост над номинальным уровнем, то не излучаемой энергии, а энергии, расходуемой источником питания на обеспечение номинального уровня излучения. Это действительно бывает замечено, но в мере далеко не достигающей четвёртой степени частоты. Кроме формулы с напряжённостями компонент поля, теория располагает ещё токовым вариантом выражения, по какому может быть подсчитана излучаемая мощность W равно произведению квадрата силы тока на квадрат относительной длины вибратора с постоянным коэффициентом 40π квадрата, что на частоту не влияет. Здесь величина, вот это 40π квадрат на относительную длину, на квадрат относительной длины вибратора умноженная указана как сопротивление излучения. Ну и одновременно является формуле перевоходным коэффициентом от максимального значения тока к эффективному. Так вот, формулы представляют собой два энергетически равноценных аспекта закона Ома. Токовая представляется ценней своей прозрачностью. Она ставит на вид, что действующие значения фигурантов закона Ома свободны от частотной зависимости, поскольку действие электромагнитных колебаний разных частот сравнивается по средней мощности за период, то есть сводится к действию постоянного тока. Четыре степени частотной зависимости представлены здесь произведением квадрата тока на квадрат относительной длины вибратора. А по условиям сравнения излучаемой энергии амплитуда возбуждаемых колебаний поддерживается постоянно, и что естественно. Такая мера приводит к нейтрализации частотной квадратичности тока. В то же время для реализации типового значения величины сопротивления Z равен 75 Ом необходимо определенное значение отношения L к лямбда, то есть электрической длины вибратора. Этим нейтрализуется уже и второй сомножитель произведения, обеспечивающего четыре степени частотной зависимости. В итоге от частотной зависимости ничего не остается. В практике разработчиков ни одна из рассмотренных формул естественно не используется. Достаточно самой элементарной формы закона Ома. После определения перепада уровней между точками передачи и приема по чистой геометрической зависимости, известной как обратный квадрат дальности, ориентировочная величина мощности радиопередатчика получается умножением практически доступной чувствительности приемника на перепад уровней. Остается отметить нюанс, способный при одностороннем взгляде рождать иллюзии. Фиксированная электрическая амплитуда колебаний, отнесенная к уменьшенной с ростом частоты длини вибратора, неизбежно увеличивает напряженность поля в точке излучения, что формально может быть истолковано как возрастание излучаемой мощности. Однако в то же время на приемной стороне в той же пропорции сокращается действующая поверхность приемной антенны. Встречные тенденции взаимно компенсируются и подтверждают отсутствие частотной зависимости. Сказанного, по-видимому, достаточно для подведения итогов. Признание цельности реализуемого гармонического колебания, где величины, производные от реализуемой функции, неотделимы от самой реализуемой функции и являются ее естественным проявлением. Так вот, признание это обусловлено неподконтрольностью процесса возбуждения колебаний. Разработчику доступно только задание частоты через размеры и форму колебательного контура, во-первых, и задание амплитуды колебаний через источник электропитания, во-вторых. Поэтому на вопрос, зачем вектору поинтинга в зависимости от частоты в четвертой степени, указанное признание позволяет ответить исключительно для обеспечения внутренних технологических нужд. Ограничение частотной зависимости процесса сферой внутренней технологии практически уравнивает энергетические оценки излучения при волновом и корпускулярном подходе. Тем самым оказывается снят и второй действительно риторический вопрос. Заметим, что при корпускулярном подходе единство связки колебательной функции и ее производных не вызывало сомнений и ранее, так как процесс возбуждения колебаний вплоть до излучения корпуску является внутренним по определению, протекает внутри вещества. Это для той сферы, которая пользуется корпускулярным подходом. С решением степеней частотной зависимости энергии электромагнитного излучения волновая трактовка обнаруживает как бы ущербность перед корпускулярной. Равноправность трактовок восстанавливается принятием к сведению действия планковской зависимости Е равно Ашню во всем диапазоне шкалы, на всей шкале электромагнитных волн. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!